Котельную в Лебедёвке построили в 2012 году. Срок эксплуатации прошёл пока небольшой, поэтому серьёзных ремонтов не требуется. Нужно проверить газовое оборудование, отрегулировать горелки, в счётчиках заменить масло. Состояние котельная хорошее. Работы тут немного проводить придётся. То есть общие работы. То есть для всех котельных, которые производятся ремонтом, здесь как таковых и не будет. Всё оборудование исправно. В ведении коммунального предприятия «Северное» шесть котельных. Три из них газовые, остальные угольные. На котельной в Агролесе все работы уже завершены. После Лебедёвки начнётся планово-предупредительный ремонт на Чернореченской газовой котельной. Самый большой объём предстоит сделать на котельной в посёлке Рощинский. Мы планировали замену котла. Большая работа будет по котельной. Именно модернизация насосов, подпиточных аппаратов системы, объём, то есть замена баков резервных, потому что там пришёл тоже невгодность. Ну и косметический ремонт кровли. А ещё на Рощинской котельной будет установлен так называемый терморобот – специальный угольный котёл, который сможет обеспечивать подачу тепла в автоматическом режиме без постоянного участия людей. Такое же оборудование появится и на Ущёмской котельной. Это позволит коммунальным предприятиям района значительно снизить финансовые расходы. Ну и приобретение ещё одного котла у нас планируется на Улыбино, потому что там установлены котлы, которые ведут нас к дополнительным расходам. То есть идёт пережёг по углю и перерасход по электроэнергии. Александр Обрывко подчеркнул, что глобальных проектов, сравнимых со строительством в прошлом году газовой котельной на станции Евсена, нынче не предусмотрено. Тем не менее, все запланированные мероприятия будут выполнены в срок, чтобы следующий отопительный сезон прошёл так же спокойно, как предыдущий.